Значит, логика начинается с того, что мысль осознаёт чувство как форму. То есть отличает чувство от предмет. Но отличает не в том смысле, что является пустая форма. Это было бы нелепо, а в том смысле, что чувственная форма, чувство берётся как определение предмета. И это определение существует таким образом, что форма вновь и вновь определяет предмет. Предметом у нас является качество. Мы остановились на определённости качества. Переходя от качества к качеству, чувство что делает? Чувство опосредует переход. То, что чувство отличается от качества и выражается в том, что чувство опосредует переход. Собой опосредует переход от качества к качеству. А отличие чувства от качества, повторю, заключается именно в том, что чувство опосредует собой переход от... Первое, если я не знал, что микрофон, а теперь, знаете, микрофон, у меня такое впечатление, что я завещание начитываю. Да, мы обсуждали активность правительства, что через два года шестьдесят, пенсия, или выгодили уже там, что кое-что сделать с его помощью. Так что, в общем-то, действительно так оно и есть. Чувство опосредует собой переход от качества к качеству, при этом чувство сознаётся как тождественное себе. Тождественное себе чувство опосредует собой переход от качества к качеству. Мысль берёт чувство как тождественное себе форму, которая опосредует переход от качества к качеству. При этом мысль отличает чувство от качества, от предмета, но ещё не отличает себя от чувства. То есть, мысль мыслит, является причиной того, что берётся чувство как форма. Но мысль не сознаёт себя этой причиной, которая берёт чувство как форму. Но мысль, как будто не было, берёт чувство как тождественное себе форму, опосредует переход. Поскольку чувство как форма предметно не дана, то тождество формы сознаётся как единство места, в котором совершается переход. Поскольку форма как форма себе не дана, то результатом того, что мы берём форму как форму, является не тождество самой формы, которая не дана, которую ехать и которая не дана, а тождество предметно даётся не как единство формы, а как единство места. При этом, это единство места, в котором совершается переход от качества к качеству. Получается, что это единство места, именно единство места, это опосредует переход от качества к качеству. Но удержание этого единства, этого тождества места происходит лишь при условии движения от качества к качеству. То есть, первенство формы, отличие формы от качества, как я уже три раза сказал, выражается в том, что форма опосредует переход. И только в этом переходе, в этом опосредовании перехода, форма и является удерживаемой тождественной себе как формой. И место оказывается только при переходе, в переходе от качества к качеству, единственное место может мыслиться. Совершается то, что у нас соотносится, то, чего не было в восприятии, в феноменологии. Соотносится качество разного рода. То есть, совершается переход в одном месте совершается переход от звука к свету, от света к запаху, от запаха к вкусу. Получается ситуация, когда в одном месте, в одном месте совершается переход к качествам разной модальности. разной модальности. В одном месте совершается переход, но что здесь получается? Мы говорим, что единство места опосредует переход от вкуса к запаху, от запаха к звуку, но мы не можем сказать, что вот это первенство места, отличие места предмета существует именно в этом переходе, в этом опосредовании. Все, что мы можем сказать, что место опосредует переход. Ни в коем случае мы еще не можем сказать, что перед нами вещь, имеющая свойства. Это, если, конечно, так можно выразиться, это непосредственное опосредование. Мы не можем сказать, в каком отношении качества относятся к месту. Мы можем сказать только то, что можем. Мы можем сказать, что совершается переход от качества к качеству, и место опосредует этот переход. Само место, как бы, оно не находится, мне можно сказать, в каком отношении место находится качество. Только вот это. Первое место в опосредовании этой переменной качества. Почему так получается? Потому что то, что опосредует, себе решено опосредовать. То, что опосредует, себе решено опосредовать. опосредовать. Поэтому мы можем назвать это непосредственное опосредование. Странное сочетание. Потому что то, что опосредует, а именно тождественная форма, и тождественное место, оно в себе решено какого-либо опосредования. Мы должны совершить движение... Что значит нет опосредований? Это значит, что тождественная себе форма не находится в отношении тождества с собой. Сама форма не находится в отношении... Она опосредует переход. Но в себе опосредование это не заключается. Поскольку форма тождественна, то единственное опосредование, которое может быть в условиях... При том, что форма тождественна и место тождественное... Единственным способом опосредования является отношение с собой. Вот пока мы не можем сказать, что чувство относится с собой, соотносится с собой. Мы говорим только то, что чувство опосредует переход, опосредует отношение к качеству. Точнее переход от качества к качеству. Я еще это выразил в прошлый раз таким образом, что при этом переходе как бы... Если мы переходим от вкуса к запаху, то мы как бы забываем о вкусе. Переходим к запаху. От запаха к цвету мы забываем и о вкусе, и о запахе. Переходим к цвету. Переход... В этом непосредственном опосредовании переход предстает как исчезновение одного и возникновение другого. Поэтому, собственно, и нет отношения. Мы не можем сказать, что много качеств относятся к одному месту. Это не так. Место сознается при переходе от качества к качеству, а это переход, это опосредование непосредственно. Поэтому мы действительно, видимо, забываем об одном. То, откуда переход, мы забываем и переходим к тому, куда переход совершается. От вкуса к цвету, от вкуса к цвету к цвету. Так, вроде, место это же пространственная характеристика. Да, это чудесная пространственная характеристика. И получается, что всё-таки это пространственная характеристика имеет какой-то выделенный смысл? Да, оно раньше, но первое заключается только в том, что оно подстреливает. Получается, что качества как такового нет ничего. Есть только одно непосредственное мышление и восприятие атмосферства. В общем, ничего нет. Мы уже всякие раздеваемые, от чего мы переходим, куда мы переходим. Всё, что мы имеем, это непосредственное влияние места таким образом. А может быть, я неправильно выразился, может быть, не забываем, может быть, просто… Возникает вопрос о том, что не является ли это место какой-то ещё другой формой. Ну, как лукан, там, пространство есть форма чувствов? Нет, место – это результат того, чтобы мыслью форму чувствовал как форму. При этом само чувство нам не явлено предметно, естественно. Чувство – это форма. А я, ну, вот… Ведь нет, в общем, пустое место. Так всё-таки получается, что всё, что мы имеем, это отношение с местом? То есть, мы же находим ситуацию, что мы строим место как таковое. Да. Мы не только занимаемся, потому что строим место как таковое. Но получается, у нас какое-то отношение с местом или с протяжённостью? Некой чистоте, решённой какой-либо конкретности. Да, но вот всё-таки относится между собой качество перехода… Красивее бы, если конкретность не была бы полностью снятой, конечно, да? Чего? Если бы конкретность качества не была бы полностью снятой в этом переходе, так было бы красивее, конечно. Ну да, вот я хотел красиво сказать, что одно исчезает… Да, потому что только что мы говорили, что конкретность… Конкретность качества, она снимается. Только что, да? Как говорится, одно качество изменяется, как говорится, что друг снимается… Да, да, да. Это, наверное, правильно названо, да. Постоянное снятие конкретности, постоянный переход. Остановиться нельзя. Да, 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 да. И вот у нас возникает вот такое вот своеобразное мышление о чистой пространстве, если да? Ну красиво на самом деле это настроение, но в нём такое многообещающее… Не, а не получается, что… Как вы, если вы помните, день сменял ночь, ночь сменял день, что-то то, что сохранялось, это некого рода всеобщества этого… Вот это, да, которое всеобщее это, которое не зависит от этого, является ли это днём или ночью, и которое сохраняется в этой смене дня и ночи. Когда мы сравниваем с Гегерем, надо понимать, что Гегель совершенно из другой посылки исходит. Гегель исходит из посылки, что предмет в внешнем сознании. У нас с вами предмет становится в форме, то есть в сознании. А у Гегеля это сакраментальное гегелевское сознание отличает от себя нечто, с чем в то же время соотносится. Что это означает в начале феноменологии? Вначале, что сознание у Гегеля предмету дает форму бытия. Все, что сознание знает о предмете – что он есть. Но это та форма, которую сознание дало предмету. Поэтому сознание в предмете соотносится с собой, поскольку сознание предмет как бытие. Но сам предмет в внешнем. Сам предмет в внешнем. Некоторая внешность тоже есть. У нас же тоже есть предмет. Пускай он полностью пассивный. Может, он какой-то все-таки… Форма уже все-таки не творит предмет, правильно? Он же все-таки как-то… Но у нас форма – все-таки причина предмета. Причем предмета как предметы. Это и другое. Есть форма, она актуальна, она есть. А предмете мы в первом шаге знаем только то, что возникает в этой форме. То есть форма первична у нас. У нас первична, а у Гегеля нет. Сознание отличает от себя нечто, действительно отличает, потому что предмет чужой, пришел извне. Человек тоже ревенция относится, поскольку предмет дает форму бытие. У нас все другое. Поэтому у Гегеля ни с того ни с чего в день сменяется ночь. Откуда взялись эти деньги? Унижний необходимый. Он же совершенно… Просто это случилось, да. Уходился предмет, мы о нем знаем, что он есть. Предмет взял и посветлел. Да, ну… Нет, здесь, на самом деле, я не так, что… Немного людей на тот вопрос встречает. Постояние ваше еще интересное в этом смысле, в отношении к Гегеле. Хотя посмотрите, как у Гегеля получается. Для него, когда день сменяется ночью, у нас всеобщее место, то есть всеобщее положение. Обладает способом абсолютно и всеобщески. Это не пустая пространственность. Голодь. Легит. У вас же иначе. У вас же… Может быть, конкретность качества, да, она точно… Может быть, она и снимается. Но что точно не снимается, и то, что здесь постоянно присутствует, это конкретность пространства, то, что вы называете местом. Там-то пространство, которое день сменяет ночью на того же однище всеобщее, то есть некую вот такую универсальную протяженность, да? Да. У вас же оно абсолютно конкретно. Абсолютно это то, что называется местом. Вот это ж хотелось бы понять, вот это место конкретно, в чем ее конкретно строились? Потому что она сохраняется в смене различных качеств? Она строится из смены качеств? Это не то, что сохраняется, хочу заметить. Это то, что строится в смене качеств? Не обычно. Она не является только таким же качеством, которое должно в этой череде в очередной раз смениться другим качеством. Почему одни качества, допустим, звук. Потому что оно� роста… Пространство не качество, постановлять если есть то, что опоследует, то есть то, что опоследует, то есть E sculpture aeн и т-о что опоследует. Правильно именно поэтому я и балюрус. Она принципиально от нё отличается. И что здесь еще очень важное? Этот важный момент сделать. Но может конкретность качества снимается, может она снимается. Но она снимается таким образом, что мы получаем некую новую конкретность, конкретность места. То есть нет вот этой всеобщности пространства. А вот есть всякие разы такая напряженная конкретность его, просто в высокой степени интенсивности. У гибели это просто некое всеобщее место. Вот есть предмет с его конкретностью, потом вся определенность ушла, я тянился ночью, и осталась чистая протяженность как таковая. То есть чистая форма это. А здесь же не так. Здесь это становится исключительно конкретно. Вот это здесь безусловно силой каста этого построения именно в этом у Лего Михайловича. Человек Михайлович сам почему-то... Тогда вопрос, что изникает в пространство тогда, если оно не качество. Ну, значит, выделено. И надо объяснить, почему пространство не качество. Раз оно, ну как это? Вроде пространство это одна из характеристики. Вот не характеристики здесь. Ближе всего это... Предмета, да? Потому что предмет протяженный. Ближе всего это к вещи протяженные у Декарта. У Декарта же что такое протяженность? Что? Вещи бывают соленые, громкие, красные, какие-либо еще. И одновременно не являются вещами. Вот то, что они являются вещами, где есть протяженность. Здесь примерно то же самое. Я понимаю, но это то же самое. То есть, там у Декарта, что важно в Декартовском построении, что у него протяженность не стоит в ряду свойств вещей. И здесь тоже не стоит в ряду качества. Он примерно по такой же идеологии. По станции то, что при смене качества образуется. Но оно не стоит в ряду качества. Да ведь? Да, правильно, что он сказал. Если правильное слово, качество опосредуется, а место опосредует. То есть, место является условием основных качеств, но никак пустое место. Не бывают пустые. Ну, это тождественное опосредование. Олег Минутов, должно быть объяснено, почему пространство так выделено. Ведь в нашем построении такого до сих пор не было. До сих пор пространство-то было в ряду качества, среди прочих. А теперь оно удивлялось. Как будто бы это какая-то особая форма. Ну, да. Да. Раньше у нас пространство было рядом. Когда мы поставили вещи рядом, мы осознали, что они рядом. Поэтому очень долго мы шли. У нас было и следующее, и большее умножение было. А потом в какой-то момент мы поставили качество время... Ну, на стадии целого. Когда с умножением приходили к целому, на стадии целого мы поставили качество рядом. И сказали, что это единство бы рождения пространства. Рядом поставленное качество — это единство рождения пространства. И я много подчеркнул, что ни коим образом не априорное это будет Clifford пространство, это просто создание рядом стоящих качеств. Вот это был этот облик пространства. А теперь пространство действительно становится условием смены качества. Но условия, опять же, не как пустого места, в котором сменяется качество, а таким образом, что место опосредует. Опосредует собой переход от качества в качество. Опосредует собой снятие конкретности. Это действительно верно, что здесь некоторую самостоятельность приобретает пространство. Раньше мы говорили, повторю еще раз, что пространство просто рядом, сознание, что качество рядом друг с другом, то теперь мы говорим про пространство как о чем-то более самым. Почему? Потому что мы форму взяли, чувственную форму, взяли как форму. Не получается, что чувственная форма в своем выражении являться просто пространством? В своем предметном выражении? Да, предметном выражении. Да, предметном выражении, да. Мы берем, вот мы этот опыт и делали. Мы взяли чувство как форму и получили единство места. Взяли чувство как дождественную форму и получили единство места как нечто опосредующее, не стоящее на месте, не лежащее там, а опосредующий переход с качества в качестве. Мыслимое только в этом переходе. Как то, что опосредует, что является условием этого перехода. Здесь оно только и мыслимое. Нигде не лежит там за предметами, рядом с предметами. Разумеется, такого нет. Так вот, такого рода места и такого рода тождества места или такого рода тождества чувства в этом тождестве нет отношения с собой. То есть нет опосредования в том, что опосредует, нет опосредования. А опосредование может быть, поскольку это тождество, которое опосредует, отношение может быть только одним, отношением с собой. Есть что-то у нас в чувстве и вместе нет отношения с собой. Чувство опосредуется, переход к качеству, от качества к качеству, но при этом само с собой не соотносится. А то, что не соотносится, а соотношение с собой сразу ясно, это будет уже экспликация опосредования. Это будет опосредованное, данное как опосредование. Тогда у опоследующего будет опосредование с собой. Чтобы опосредовать, опоследующее тоже должно соотнестись с собой, выяснить себя как опоследующее и зачем уже опосредовать качество. Но отношения чувства с собой также не даны предметно, нельзя просто так, чувства представить в отношении с собой. Поэтому что происходит? Происходит то, что и должно было происходить. Изначально у нас мысль отличает чувство от качества, но себя не отличает от чувства. Мысль является причиной чувства, мысль его как форма, но себя не мыслит этой причиной. То есть мысль должна помыслить себя. И вот тут, как мысль существует? Мы задаемся вопросом, как мысль существует вообще для себя? Нет. Мысль для себя существует именно как отношение с собой. Никакого другого бытия и сознания мысли себя, бытия мысли и сознания мысли себя нет. Мысль сознаёт себя как отношение с собой. Поэтому когда мысль мыслит себя причиной, причиной чувства, она тем самым, я полагаю, она тем самым мыслит себя как отношение с собой. И, соответственно, чувство пристаёт как отношение с собой. Мысль понимает себя как причиной, вообще понимает себя, мысль тем самым устанавливает отношение с собой. Эта мысль причина себя и она причиной чувства? Она здесь причиной чувств. Не себя. Она причина чувств, она сознаёт себя причиной чувства. Да, но чувство ведь не может с собой соотноситься, оно же непосредственно. По-моему, никогда не может. Мысль может с собой соотноситься. Она, чувство не соотносится, мысль соотносится с чувством. Мысль, это важное место, мысль сознаёт себя причиной, но сознаёт причиной чувства, а не причиной себя. Мысль, знаете, да, причины и чувства. То есть здесь достоверность мысли для себя тождественна достоверности чувства. Здесь мысль еще не себя мыслит, а мысли чувства. Можно даже было бы сказать, что определение мысли такового, что то, что может с собой соотноситься, и есть мысль. Да. Потому что все остальное не может с собой соотноситься. Чувства не может. Вот та часть формы, скажем так, которая может с собой соотнестись, это и есть мысль. Потому что другая часть формы, ну то есть, лучше говоря, чувственная форма с собой не может соотнестись. Но мыслящая форма с собой может соотнестись. И вот, собственно, та часть, ну слово «часть», конечно, здесь не очень удачно. Есть некая форма, которая может с собой соотнестись. И это, собственно, и есть определение для такой формы, как мысль. Да, мысль это то, что... Ну, собственно, я вроде это и сказал, что мысль существует и знает себя только как в отношении с собой, поэтому когда мысль сознает себя причиной чувства, она тем самым становится мыслью, то есть отношением с собой, и тем самым чувство тоже мыслится как, именно мыслью, мыслится как отношение с собой, но дело в том, действительно, мысль сознает себя причиной чувства, тем самым мысль становится отношением с собой, но тем самым и чувство становится отношением с собой, потому что мысль мыслит себя как причину чувства. А почему чувство становится в отношении с собой непонятным? Как оно может выйти из непосредственности? Мысль, чувство захвачено предметом, и никак себя от предмета отличить вроде не можно, потому что предмет становится в форме, прежде всего, в чувственной форме. Нет же никакого чистого чувства. Но мысль отличает чувство от предмета, да, это первый шаг на афилогике. А теперь мысль соотносит чувство с собой. Сначала мысль берет чувство как форму, а потом... Но не чувство ведь с собой соотносится, а мысль соотносится с чувством. Мысль соотносит чувство с собой. Мысль есть отношение с собой, и она тем самым, она мысль, тем самым делает чувство тоже отношением к собой. Само чувство бы не в состоянии, конечно, этого сделать. То есть формы существования. То есть чувство, ну да, что хотел, что сказал вроде бы. Но отношение и чувство с собой точно так же не дано предметно. Может быть, вы это имеете в виду, было? Отношение, чувство с собой точно так же не дано предметно, как предметно не дано чувству. Чувство к предмету не дано, поэтому беря чувство как форму, мы получаем единственное место. Но отношение и чувство с собой тоже предметно не дано, как и отдельное чувство. Поэтому мы получаем здесь не единство места, а, как мне думается, а единство вещи. Потому что мы теперь знаем, в каком отношении качество относится к... Что мы знаем? Что нам дано предметно? Что нам дано предметно? Отношение и чувство с собой предметно не дано. А что нам дано предметно? Нам дано следующее, на мой взгляд. Нам дано отношение качеств, отношение качеств, которое сказывается у нас. В опыте нам дано, когда мы берем отношение мысли с собой, тем самым выстраиваем отношение чувства с собой. Это отношение чувство с собой предметно не дано. А что мы в этом случае имеем в опыте? В опыте мы имеем отношение качеств, отношение вкуса и света, которое сказывается, относится к единству места. И тем самым место превращается в речь. Место превращается в речь. То есть речь строится двумя ходами. Сначала непосредственное опосредование, когда то же, что место непосредственно опосредует смену качества. И второй ход, когда нормальное опосредованное опосредование. Тогда отношение качеств двух и более сказывается, относится к единству места. И это действительно сказывает только пара. Только пара качества. Обязательно пара качества. В Гиггере совсем не так. В Гиггере это кусочек сахара пресловутый. Он квадратный, белый, сладкий. Но каждое качество не необходимо связано с другим. Чтобы понять, что сахар сладкий, не надо помнить, что он квадратный и белый. Но согласитесь, это слабо. Потому что если мы берем одно качество, не связанное с необходимостью другим качеством, то его от вещи не отличить никогда. Одно отдельно взятое качество от вещи отличать бессмысленно. Если бы у вещи было одно качество, оно не было бы качества. Если вещи было одно единственное свойство, оно не было бы свойства. Не различить вещи и свойства на уровне одного качества и одной вещи. Поэтому у Гиггера это не получается. Это логически неправильно. А нужно иметь в опыте отношение качеств. Отношение качеств, которое сказывается, относится к единству места. Тогда место становится вещью, а отношение качества – это отношение свойств. Тогда появляется помидор, о котором мы можем сказать. Его краснота и его сочность находятся в отношении свободы. Это отношение красноты и сочности сказывается о помидоре. Непонятно. То есть, вот вначале у нас была ситуация некая, получили место. Место выступает для сознания в качестве чего-то непосредственного. Потом, значит, место на его не только непосредственное. То есть, теперь мы эту непосредственность места полагаем для себя. Тогда получается, что мы должны его удержать не только в тракте чего-то самостоятельного, но и то, благодаря чему оно возникло, то есть отношению качества. И качества перед нами разворачиваются как крайне не та сторона, которая снята, но та сторона, которая существует наряду с концепцией места. Значит, места какого-то не было. Таким образом, у нас они два качества обретают плод и кровь, и становится возможен переход от сладкого к квадратному. И удерживаем в качестве сладкого и квадратного. Их переход. Какая ситуация? Да, но сохраняется требование движения. То есть, мы не можем остановиться. Да, потому что тогда места не будет. Так, тогда не будет места. Вещи уже не будут. Да. И это для себя бытие места и называется вещью. Да. То есть, вещь – это для себя бытие места. Можно так сказать. Можно так сказать. Но сохраняется требование движения. Ну, потому что да. Не было бы места, если бы не сохранялось бы движение. Отношение двух к месту, за ним стоит отношение трех. Когда мы… Нет. Я еще раз. Когда мы уже пытались мыслить место в качестве чего-то непосредственного, тогда снятие, переход… было, безусловно, но качество снимали свои конкретности, а теперь качество… Множество, множество, да. Не удерживать свои конкретности. Вот это и есть специфика для себя бытия места. Да. Полагание для себя бытия бы места. Да. Можно так сказать, да. Ну, помятую, еще раз скажу, что все время должно умножаться это отношение. Отношение двух сменяться отношением трех, четырех качеств. Ну, или воспроизводится 200 всего два свойства вещи. Вот. Должен продолжаться движение, потому что мысли соотносятся с собой, отношение мысли с собой – это, естественно, деятельное отношение. Нельзя просто зафиксировать это. Что-нибудь с собой зафиксировать, как отношение с собой. Вот. Раз, отношение с собой – и встали. Такого нет. Мысли, все вредно, отношение с собой воспроизводят. Мысли есть отношение с собой, но мысли отношение с собой воспроизводят. А в этом случае это означает умножение отношений качеств. Умножение отношений качеств, которые сказываются в одном и том же месте. Игорь высказал эту версию, что тождество места – это следствие смены качества. Или все-таки тождество места, на самом деле, первичное. У нас вроде сначала было разговор о том, что некое есть тождество места, и оно в первичном безотносительно сменяется качество или нет. Теперь, вроде, получается, что тождество места – это следствие того, что сменяется качество. Да. Место как таковое? Получается, что тогда… Место по построению, понятие места, оно конструируется через смену качества. Не, ну тогда, если это так, то зачем нам тогда вообще говорить о мистиках о чем-то особом? Она тогда нич-ничто не особое, она является просто следствием того, что форма тождественна в смене качества. Форма тождественна в смене качества, значит, место просто тем самым, как и является негорезультирующей. Это опыт. Да. Как результат опыта. А вроде к начальнику нашего образования сегодняшнего, мы начинали с того, что место есть некого рода первичность, да? Вот тождественность, она как его вот… Нет, первичность надо удержать. Я согласен, что я его не удержал, но где-то я ошибся, следовательно. Первичность места не может быть потеряной вещью. Вещи все-таки по-прежнему есть нечто опосредующее, а свойства должны сохранить статус опосредуемого. Поэтому красиво было у вас построение, что на самом деле форма чувства являет нам себя в должности места, да? То есть… Да. Так а мне есть, а не есть? Почему нет? У нас же вначале у нас была непосредственность места, а потом уже качество возникло в качестве того, чему они месту этому обязаны, ему непосредственность. А мне кажется, что должны две линии – есть ли мнение места и есть ли мнение качества, да? И мы пытаемся одно привязать к другому. У нас есть некое тождество места безотносительно качества. И есть некого рода смена качеств безотносительно тождества. И в опыте мы обнаруживаем, на самом деле, что этот, а или тот же опыт. Нельзя сказать, что одно следствие другого, а что на самом деле в опыте одно накладывается на другого. Смена качеств накладывается на тождество места. И то, и другое являются следствием того, что форма являет как тождество, являются причиной. Это на первый вход. Да, ну то есть здесь как бы два входа. То есть и место трактуется отдельно от качества, и качество трактуется отдельно от места. Но потом они как бы синтезируются в некого рода опыте единых. А не так, как у Игоря. Получается, что на самом деле тоже здесь место и следствие того, что качество сменяют друг другу. Нет, я говорю, что только при умножении отношения свойств сохраняется понятие вещи. Но... Так вещи ведь это некое единство, с одной стороны смены качества, с другой стороны тождество места. А не так, что тождество места – это и есть вещь. Ведь тождество места – это же не вещь еще. Вещь, вещь является попыткой положить место как таковое, место как мыслить непосредственно для себя. Так вот, я и как это сказать. У тебя получается на самом деле, что качество – это некое вторичное. Нет. А тождество места – это у тебя и есть вещь? Не совсем. Ну только то, что скажешь, что... Потому что... Потому что у тебя есть... Идти место для самого себя – это ищь, ищь, истоком. Да, потому что если у нас место как нечто непосредственное, то вещи мы говорить не можем. Потому что качество, его конкретности в понятии места снято. У нас есть, безусловно, конкретность места, но с другой стороны нет конкретности качества. Теперь мы пытаемся... Мы осознаем, что у нас место или пространственность выступает как что-то непосредственное, непосредственное, а качество, как что-то опосредован в этом друге. Вот. Мы это понимаем. И мы, когда эту непосредственность полагаем для себя, то есть удерживаем для себя. То есть вместе с тем, благодаря чему она возникла. А возникла она вместе со своим генезисом. Его генезисом является снятие одного качества другим. И эти качества тем самым у нас обретают не снятое бытие, а бытие наряду, собственно, с понятием вещь, то есть понятием места. Вот эта троица такая, из двух качеств и места, и оно называется вещь. Так зачем говорить отдельно о месте, если место возникает как то, что сменит качество? Если это не по-моему роду следствие того, что качество сменяется, то как он сохраняется некую тожесть этой сменой? За счет этого места, за счет этого какое-то отдельное развитие, понятия в месте, если место возникло. Да, нам надо для того, чтобы понять место как таковое. По-моему, как бы изначально разговаривало о том, что место не возникает, а оно и следствие того, что форма дождейственная. И даже если бы сменных качеств не было, место отказано. А здесь место является следствием того, что чувственная форма мысли, как отношение с собой. именно отношение с собой. И это отношение с собой, чувство, не дано предметно. И предметно предстает именно отношение с собой. Мне кажется, главное это. Чувство является здесь во втором шаге, во втором пути. Чувство является отношением с собой. Предметно оно не дано, а предметно дано как отношение свойств к одному и тому же месту. То есть все-таки это синтез, да? Синтез единственного места и единственного смены в качестве. И это новый синтез, который возникает. А не так, как мы говорим, что смена в качестве, продолжение результирующей этой смены в качестве является место, а потом как бы из этого получается вещь. Не так. А не так. А два пути, как бы с одной стороны, есть некого рода результирующее место, но не в смене качестве данной, а сама по себе. С другой стороны, есть смена в качестве и единство в этой смене. И они объединяются благодаря вот тому, что форма удерживает отношение с самим собой. Они синтезируются в нечто, что называется вещь. То есть это как бы, здесь возникает вот именно что, синтетическое инакое превращение. Не просто как бы генетическое, да? Вот генетический вывод. Что в генезисе плохо? В генезисе на самом деле то, что возникает после, оно на самом деле изначально было в том, из чего оно возникает. Генезис не порождается ничего. Что-то уже было в своей потенциальности, оно потом просто раскрывается, да? А тут речь идет о том, что не просто раскрывается, а тут речь идет о том, что есть как бы разные пути, разные пути тожества, да? Объединяются и синтезируются в нечто новое. Один путь тожества связан с тожеством места, а другой путь тожества связан с тожеством смене качества. И эти два тожества объединяются в некое новое сверхтожество, в тожество вещей. Вещь строится в этих два шага. Первое – непосредственное последование, единственное место, которое последует переход от качества в качество. Второй шаг – сущность и экспликация этого. Когда маломыслим уже не форму, не чувство как форму, а чувство как отношение, чувственные формы с собой. То есть вносим опосредование в том, что опосредует. На первом шаге непосредственное последование, скажи, можно так выразиться. На втором шаге нормальное, опосредующее отношение. Когда мысль соотносятся с собой, чувство берется как отношение, чувство с собой, а вот поскольку это отношение с собой опыти не дано, то опыти дано отношение к качеству, которое относится к месту. Качество превращается в свойство, а место превращается в вещь. Ибо понятно, что есть отношение, уже есть отношение, эксплицированное отношение. Отношение двух свойств к одной вещи. Это именно отношение. Отношение трех свойств к одной вещи. А раньше было просто место опосредует переход от качества к качеству. А здесь вот отношение двух, 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 двух. Качеств к... Это требование двух, оно совершенно новое. Ни у кого его нет в философии и близко. Что свойство существует как отношение двух свойств к вещи. И не иначе. В противном случае мы вообще не получаем никакой вещи. Об этом и близко, никто ничего такого не предполагал. А вроде получается именно так. Свойство это отношение двух свойств к одной и той же вещи. Ну, по крайней мере, другу может быть. А, так и я говорю, обязательно слово продолжение движения. Нельзя застыть. Я скажу, что отношение к красночной сочности относится к помидору. Нужно тоже добавлять, что он еще и мягкий, что он еще и... Еще какой-то вот. То есть неправильный процесс познания. Да. Познание помидора, да? Да. Так ребенок под нее подпрыгивает, он не может прям там ищупывает и гладит. Да, постоянное ощупывание, оглаживание помидора, да. Движение вот от отношения... От отношения свойств к отношению свойств. Еще отношения к свойств. Ну, это ведь не просто отношение к свойств, а именно, что каких-то разных качеств, существенно разных качеств. Это как зрение, там, как образ, как звук и как обоняние. Там обоняние, там, обоняние, и вкус, да? Да. Именно такие качества, наши не такие качества рождают. Конечно, однородная вещь исключена. В одном месте не может быть однородной. То есть, если у вас разные цвета, это не получается, да? Нет, 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 нет. В одном месте не может быть красной вещью. Ну, если можно красной и сочиной быть. Это действительно вещь и свойства. А даже вещь не может быть красной. То есть, вещь у нас, как бы, на самом деле образа не имеет? Ну, конечно, нет образа. Потому что образ подразумевает вот этот контраст, да, по внутреннему, да, и границе. Да, мы, вот, в эти два шага, мы, вроде бы, построили вещь. Потому что, опять же, берёт вещь и свойства, как данность. Какую категорию. Под которую мы, в мире, и рассматривали. Вот, не строить вещь. Нет ходов логических, чтобы взять и построить из качеств. Был ряд качеств. Мы взяли два шага, построили вещи. Но у нас, на самом деле, кардинальные такие качества всего сколько там? Пять или четыре? Пять. То есть, вещи, на самом деле, любой вещь и максимум пять качеств. Один цвет, там, один звук. Ну, выходит так, да. То есть, одно на ощупь, там, это какое-то качество. На вкус и на забор. Да, да, да. Я бы сказал, что это самое, да. И получается, вот, без пяти этих качеств, мы постоянно, как-то, в цикле, там, их ощущаем, да? То есть, находится в некоем роде цикле. Потому что, если мы не можем остановиться, то это не будет на бесконечность, а просто некого рода хруппа. Да, 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 да. Если качество, предположим, два всего вещей, ну, не бывает. У нас пять коронов чувств, поэтому, действительно, обязательно пять мы найдем. Любую вещь и пять, пять мы сыщем, но не будешь. И дальнейший шаг, мы сегодня не будем сильно далеко дальше двигаться, надо это все, может быть, обмозговать. Дальнейшее движение, когда мысль определяет саму себя. Если здесь мысль осознает в тебя причиной чувства, то следующий логичный шаг, естественный, когда мысль соотносится с собой. То есть, мысль осознает себя, как отношение. Или как причина в себя? Как причина в себя. Как причина в себя. Как колонсу. Да, и я тут вижу ход такой, что мысль создает себя, как отношение к отношению. Понять мысли к отношению, значит, нам нужно сказать, понять мысль, как отношение к отношению. На шаге вещей мысль скорее является отношением с собой, но не осознает себя, как отношение с собой. Осознать себя одно отношение с собой – это значит осознать отношение к отношению. То есть, сознать отношение вещей. Если в отношении мысли к собою есть вещь, то от отношения к отношению есть отношение вещей. Но это не сегодня уже. И так все. Все сегодня.